Привет, меня зовут Роман Кириллович, и это заключительная серия в нашем цикле «Люди в ходе», где мы делимся историями предпринимателей, которые отправились в украинскую политику. Это интервью мы записывали еще два месяца назад, и за это время, как вы знаете, мир полностью изменился, и сейчас то, что казалось нам каким-то далеким, это наша окружающая реальность, мы все находимся на самоизоляции. Помимо этого, Дмитрий Дубилет уже успел вернуться обратно в бизнес, это то, что тоже изменилось за эти два месяца. И из приятного 100 тысяч на канале French TV, за что я вам супер благодарен, это действительно был большой подарок для нас, и я благодарен также Олегу Гороховскому, который подтолкнул этот счетчик в правильном направлении, у нас действительно на канале 100 тысяч. Я вас призываю еще больше подписываться, ставить колокольчики, потому что сейчас мы работаем в формате ламповых прямых эфиров, где мы вместе с предпринимателями в дружеской такой неформальной ламповой атмосфере общаемся, болтаем о жизни, о бизнесе, во всем, о чем угодно. Если вы вдруг не пропустили этот цикл интервью, точнее это даже не интервью, это именно ламповые посиделки, беседы, то обязательно переходите, у нас есть плейлист, ссылочку оставим в описании, и именно в этом формате мы будем продолжать какое-то время дальше, пока у нас тут у всех карантин, и пока мы не имеем возможности снимать вживую. Давайте переходить к интервью, приятного всем просмотра. Перенесемся на два месяца назад, когда в машине еще можно было ездить втроем. 2011 год. Ты с Аней, еще тогда твоей девушкой, участвуешь в «Рассмеши комика». В жюри, естественно, Зеленский. Написано стать Грещук Анной, а Романа Павловича фамилия Грещук, то есть ваша мечта выйти замуж. Возможно. Наверное, первая встреча с будущим президентом. Даже уже в тот момент, когда у нас свое шоу было на ТВ. То есть, по сути, Зеленский тебе дал сначала путь в юмористический бизнес, а потом в политический? Я бы это сказал так, что показывал пример, потому что мы тоже организовали «Мама хохотала», видя перед глазами отличный пример. Хохотала? Да. Да. Вы сейчас как-то с Зеленским взаимодействуете? Только на уровне фракции президента, то есть лично у меня нет личного контакта с президентом. Не было у вас общения после того, как вы уже вместе в большую политику ушли? Нет, один на один не было, но только в формате фракции. Но он знает, что? Я думаю, что да. Я думаю, что знает. Но отряд замерил потерю бойца или нет? Мы выстраивали так бизнес, чтобы в случае, даже если один уходит, то оно все. Это юмористический монобанк. У них такая же фигня. Ну, как они рассказывали. Мне кажется, это правильно, потому что когда жестко. Смотри, даже в квартале там жестко все было завязано на Зеленском, но все равно они функционируют. Чай готов. Спасибо. По-торому, ты понимаешь, тут не просто так. Ребята, обратите внимание. Чтобы выиграть эту кружку, нужно стать депутатом. Мы, кстати, разыгрывали. Мы разыгрывали во время кампании. Они расходились на Урал, потому что они действительно очень качественные. Чай зеленый, надеюсь? Я вот это делал. Да, зеленый. Я понял, но с мелкой задержкой вашу ироническую шутку. Просто юмор не твое, да? Юмор не мое. Знаешь, очень сложно доходят шутки. Давид Арахами говорил мне, что, ну и это было очевидно, что когда он принял решение идти в политику большую, ну он был, в общем-то, обеспеченным человеком. Он в плане там не пропадет, как говорилось. У тебя была уже беременная жена. По сути, он вряд ли мог рассчитывать на большую там зарплату депутата. И еще не было понимания будешь ли, да? То есть это не было похоже на авантюру для тебя? Или у тебя была какая-то большая финансовая подушка, что позволит тебе вот это? У меня небольшая финансовая подушка, но не было какой-то такого жесткого опасения, потому что не то, что мы тратим сильно большую сумму для того, чтобы существовать. Это, во-первых, во-вторых, у меня очень экономная жена. Даже в семье, если, так можно сказать, я больше транжира, хотя я тоже... А что ты самое последнее купил? Какая у тебя машина? Мазда 6, но я на метро езжу. Сейчас Аня с машиной, а я на съезд на маршрутке на метро поехал. Есть сейчас какой-то или, может быть, был этот момент такого небольшого развива шаблона из-за того, что раньше ты был сам на себя. Сейчас ты, по сути, сидишь на зарплате. Мне неловко. Мне неловко постоянно то, что я живу сейчас за счет всех. Вот мы сейчас проезжаем, вот каждого, 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 каждого ты живешь за счет. Давай о нас не забывать, да? О вас, да. И поэтому мне отчасти неловко из-за этого. У меня чувство... Чувство долга, оно и так есть. Какое-то дополнительное чувство стыда за то, что я беру... Типа за то, что моя зарплата вот от людей. Я никак не могу заставить себя чисто провести эксперимент в метро. По депутатскому, в принципе, может ездить бесплатно. Но я никак не могу решиться на то, чтобы подойти и женщине показать удостоверение и пройтись. Мне стыдно. Так, я Ане скажу. Аня знает, я с ней это все знаю. Она же экономная, она должна переживать. Она мне приездной дала, я его где-то потерял. Ты сейчас бегаешь? Нет. Я, ладно, я позавчера побегал, у меня спина стрельнула. После бега? Я полгода не бегал. Я, ну вот, с момента выбора у меня просто не было. Не, ладно, вру, я в Трусковце бегал и в первые дни работы в Раде я бегал. Но где-то с середины сентября и вот до февраля нет. Был перерыв вообще в физической активности из-за работы в Раде. Только один момент у меня зрение упало. Серьезно? Да. Вот я 29 августа, когда приходил, я очень отчетливо видел табло, а сейчас у меня намного хуже видно табло. А так вообще никаких проблем. Не, у меня очень хорошее место, где я сижу. Спина стреляет, зрение упало, а так все хорошо. Ладно, давай. Ну это, кстати, я не задумался, может это действительно из-за Рады. Но есть там какая-то атмосфера в этом месте, которая, скажем так, нехорошая атмосфера в этом месте. Может надо было как-то это место осветить? Осветить? Может сделать это Анечка приветик? Как дела? Это картину привезла, да? Класс. А это лицензионная музыка? Да. Потому что Ютуб нас может забанить? А, ну я не знаю. 70 лет прошло от смерти? Нет. Это мне Аня подарила на какой-то праздник. На Новый год. На Новый год подарила. Но сейчас дома ты не можешь слушать, потому что малой. А вот в штабе оно здесь для атмосферы. Рома поделился, что вы очень сильно экономите. У тебя расстегнулась, кстати, пуговичка. Наше интервью стало более сексуальным. Не то что экономим, скорее я не люблю тратить деньги. Почему? Потому что у меня каждый раз встает такой вопрос, что если это какая-то мелочь черпотребная, то зачем мне этот хлам в доме? Я ненавижу хлам. Я сначала начала сортировать мусор, а потом я пришла к осознанному потреблению какому-то. Поэтому я не покупаю лишние ненужные вещи. А если это дорогие покупки, то после дорогой покупки я начинаю думать, боже, а может оно какое-то плохое. А вдруг оно какое-то неудобное. Оно мне надо, не надо. Это деньги потрачены. Лучше бы там... Ну, короче. Вот эта штука стоила. Тысяча четыре гривен. На пяти где-то с пластинками. При том, что Рома хотел такую штуку. Я у него спрашивала на день рождения. Говорю, ты точно хочешь? Потому что несколько лет до этого каждый подарок, который я дарила, на который я тратила нормально денег, он им не пользовался. И я в очередной раз спрашиваю, ты точно уверен? Потому что я прогуглила. И нормальная система стоила суммарно где-то тысячу долларов, хорошая. Да. Думаю, ну тысячу долларов вот выкину. И что? Оно будет опять стоять, пылиться как... Куплю, но подешевле. Как там смарт-часы, как там еще какие-то. Кстати, обратите внимание, часов нету. Да ничего не надо. Вот лежат. А как ты время узнаешь? По телефону. Я звоню и спрошу, который час. Были же такие службы раньше, да? Да, 0,60. Интересно, они существуют еще? Я помню, ты до сих пор помнишь. Я помню. А прикинь, она сидит бабушка. Ей уже 10 лет никто не звонил. Забыли вообще о ней. О, боги, вот наконец-то я. Так, экономия. Окей, ты начинала с сортировки мусора. У тебя, кстати, интересная была история в день, когда ты родила. Ты прям везла какие-то пакеты в сортировочный центр. Да, мусор. Короче, у нас была запланированная кесарево, плановая кесарево. И поэтому нам сказали, что мы можем выбрать дату родов. Я выбрала 1 ноября. Хотя по всем, хотя по всем приложениям, ну так, чтобы было удобно отчитывать с первого дня месяца. Приложением, так. По всем приложениям была дата родов 30 октября. Предположительная. Предположительная, да. И вот, значит, 30 октября. У меня куча планов на сегодня и на завтра, потому что рожу, потом не будет времени на это. Мне надо доубирать весь дом, до закрывать все свои там вопросы, все там перегладить, маникюр, педикюр сделать, естественно. Это супер важно. Как ты будешь рожать без маникюра? Что? Вылезет ребенок и скажет, о боже, что с ногтями и обратно. Вот. И 30-го часа я поехала, сделала маникюр, педикюр, потом зашла в строительный магазин, потому что хотела себе купить все для хэллоуинского костюма. А, так. Это день был хэллоуин, а у меня было пузо огромное, я хотела сделать костюм авокадо, чтобы косточка была типа как пузо. Поняли? Зашла, купила. Картон у меня был в багажнике. Есть пузо? Нет, потому что я не успела его сделать. Я купила в этом строительном магазине краску, две краски, зеленую и зеленую. Так. Два разных цвета. Кстати, вот у меня после того, как Рома стал… Через минут 10 мы дойдем к сути. У меня появилось левом к зеленому цвету как-то. Вот. И, значит, я в этом… Как мы видим. Это под галстук интуитивно. Ладно, извини, я еще и сбиваю, это кошмар вообще. Вот. И я в этом строительном магазине у меня уже начались схватки. Я позвонила врачу, спросила, это схватки тренировочные или настоящие. Он сказал, скорее всего, ты рожаешь. В смысле, тренировочные? Есть такая штука, как тренировочные схватки. Когда за несколько дней до родов, там оно как бы сокращается, но еще не рожаешь. Вот. Я думала, что это тренировочные. Это точно в бизнесе? Да, да, да. А то сейчас мы просто забираем вотчину доктора Комаровского. Вот так вот. Откусываем аудиторию. Да, как раз вчера смотрели. Те, кто смотрит нас, никогда не посмотрит Комаровского. Поэтому где они еще узнают, как определять схватки, тренировочные или нет? Да, вот. И он говорит, у тебя, ты, скорее всего, рожаешь, едь к нам. А у меня полная машина мусора. Если я сейчас его не сдам, то когда я его сдам? Потом с ребенком, что ли? А я была со свекровью, потому что Рома мне запретил ездить самой за рулем. Как бы уже на девятом месяце. Ну, когда ты рожаешь? Отвезти мусор. Свекровь. Помощница. Привезла. Сейчас будем сортировать. Вот, сдала, приехала к ним, говорю, так что, это тренировочная? Я там еду домой, у меня еще куча деланчиков. Я говорю, нет, ты рожаешь, все. Говорю, ну в смысле, ну как? А ты где был в это время? В Раде. В Раде? Самое важное, что ты рассказала, что даже во время схваток… Ты успел? А, да. Когда ей человек по пробке в окружной… На пробке, в пробке я стояла… Вот эти вот такие ехали пообщественно, я думаю, я рожаю, куда вы спешите? Вот не понимаю. Я стою в пробке, и мне нормально. А вот они прутся. Фу вам всем. Кто ездит? Хотя имело в принципе моральное право, да? Абсолютно. Ну, просто я вот это подумала, кому я буду открывать окно и кричать, я рожаю? Вот, кому я что-то… А меня проклянут. Вот, потому что я… Потому что они тоже рожают, я не знаю, но я-то их проклинала. Вот, поехала за вещами с врачом, потому что мы там недалеко живем от роддома. Забрали, чуть не сбили пешехода. Кто? Ну, врач торопился. Я говорю, было бы… Своего же врача? Вышли бы в ноль, потому что одного бородина… Это… Нельзя было это говорить, да? Я хотел поделиться со зрителями нашего канала одним лайфхаком. Может быть, вы о нем все знали, но я узнал об этом только сегодня. Это очень удобно, например, для бизнеса. Если вы хотите открыть точку в каком-то классном трафиковом месте, у вас не хватает денег на эти всякие тепловые карты и так далее, вы заходите в Google… Это ж Google распечатано, скорее всего. Да, да, да. Вот. И смотрите на желтые зоны. Вот желтые зоны – это он показывает там, где больше всего люди активность проявляют, фоткаются и так далее. Видите? Федорев у меня сердечко, во-первых. Очень любим. Вот, открывайте точку здесь. Здесь больше всего народа. Чувствуешь себя какой-то такой пока… Депутатской женушкой. Да, это первый… Первая леди Столоминки меня называли, да. Сейчас жизнь полностью поменялась или… Ну, кардинально. Плюс ребенок пошел. Достаточно кардинально. Я думаю, что даже ребенок отчасти еще больше поменял, чем депутат. Ну, хотя Аня дальше, ну, у нее точно так же она осталась в студии, точно так же снимается, просто сейчас еще дополнительная нагрузка в виде… Ты больше его зарабатываешь официально? Я думаю… Нет. Нет? Не больше. Но она меньше тратит, поэтому в сумме она выходит в больше… Это да. Я спрашиваю, почему у меня есть деньги, а у тебя нет. У вас разделенный бюджет, да? Нет. У нас есть… Наш общий бюджет есть Анин. Не, вот это вот не надо. У меня… Короче, все. Вот. Два худи. Ну, во-первых, зеленый худи – это актуально. Ну, это Анин. У тебя цвет детской неожиданности. Нет. Вот этот цвет. Ладно. Роман. Ну, от раза к разу. Бывает разное. Есть изменения со стороны каких-то там знакомых, родственников вот в отношении… то, чем ты стал заниматься. Очень много у тебя друзей появляется. Очень много… Привет! А вот я больше про… исчезают. Нет. Наоборот, появляются… С днем рождения, поздравляю, все такие няшки-милашки. Вот сразу после назначения я на себе почувствовала, как передо мной начали. Ну, типа, до этого там просто «О, привет!» А сейчас говорю «Анечка, ты так прекрасно выглядишь!» Я такая «Ой!» «Ой, мама!» То есть все приняли «Окей», семья… Ну, как? Например, когда у меня был день рождения, Рома написал пост «С днем рождения», там, любимая Аня Грейса, образно, какой-то. Пришел, написал «Шов, вы сдохли». Ну, класс? Не, ну, может, это не связано с политикой? Не, ну, это, типа, не знакомый человек, это просто какой-то вот, который… Почему? Какой-то вонючий, да? Я не хотела этого говорить. Слушай, у тебя в профиле на Фейсбуке написано, что ты была секретарем ВКонтакте. Да. Это что такое за должность была? Я была офис-менеджер и секретарь-референт ВКонтакте Украина. Там всего было 6 человек сотрудников. Это до закрытия, давайте. До закрытия? Нет, понятно, что до закрытия. Да, до закрытия, конечно. Оттуда как раз за… За год? По-моему, за год до закрытия, да. Бухгалтер, два менеджера, уборщица и я. Вот это вот у нас такое… То есть офис ВКонтакте Украина. Да, именно так и было. Как же без уборщицы ВКонтакте он существовал? В свой момент это был такой, знаешь, глоток правильного воздуха. Они не поймут это, а тогда это было типа я стала офис-менеджером. Сразу после университета все такие выпускаются с дипломом, куда идти, а я стала офис-менеджером. А ты училась еще тогда, да? Не, я как раз закончила, вот как раз 6 дней с выпуска прошло, я получила диплом. У меня даже не было этого периода типа я выпустилась, куда идти. Потому что я сразу меня пригласили на собеседование, меня сразу утвердили, я такая… Видели в телевидении? Ну, в телевизоре тебя увидели и пригласили? Не-не-не, Натали была у нас на стендапе, и там… Кто? Наталия Кунина – директор. Была у нас на стендапе, увидела меня, и ей до этого кто-то… Советовала. Посоветовала. У нас есть уборщица уже в бухгалтере, нужны… Нужна веселая секретарь. А она знаешь, в чем меня позвала? Потому что говорит… Может, я, конечно, что-то путаю, но она посмотрела, говорит, «О, высокая, худенькая модель, а у них там женский коллектив был». Не надо было кого-то чемулись. Не-не-не, она говорит, возьмем красивую модель стройную, она будет приходить красивой на работу, мы все подтянемся, и заодно тоже как лицо офиса, ну, это же чай, кофе, это же тоже мое было. А потом в итоге получалось наоборот. Я пришла, они там все не накрашенные были в джинсах, и я тоже стала такая же. Вот, а потом Натали мне как-то говорит, «Слушай, как-то что-то… Может, ты как-то накрасишься? Ты все-таки секретарь…» Я тебе договор представляла. Ну, типа того, говорит, сломали девочку, давай это там, может, увольнение, не увольнение. Такое, все-все-все, платье, туфли, все уже там, все было. Потом там ехала в метро, красилась. Это мы по второму кругу слушаем. Это же было еще… Представляете, люди мучились там 15 минут, по-моему, на этих постингах были. Ну, сейчас чуть больше, да. Ну, есть какие-то, которые побыстрее заканчивались. Нет этих… Включил в Ютубе эти мультики на 8 часов детям. Вы, кстати, еще не смотрите? Нет, еще нет. Футбол смотрится. Ну, мы… Я когда была у Романа и сестры, то там дети постарше, и там бывали лунчики на фоне, то я их смотрела, конечно. Ну, Ань, не про тебя спрашиваю сейчас. Ты про маму. Ну, кстати, он так реагирует на телефон. Ты серьезно отвечал на вопрос, смотришь, что ты… Блин, опять скатилась в образ тупой блондинки, ну… У меня есть минусы. Я из тех читателей, у которых 10 начатых книг, и ни одну ты закончить до конца не можешь. То есть мне нравится, во-первых, покупать книги, во-вторых, начинать их читать. Но есть проблема с завершением, знаешь, с дочитыванием. Потому что в какой-то момент, да, тебя привлекают там идеи или о чем-то там-там-там-там, но… Ну, это что, там фантастика, художественная, бизнес? Вообще нон-фикшн чаще всего. У меня сейчас… Ну, давай. Топ незаконченных книг. Топ незаконченных книг. История Америки. 101 правило пешеходов. Дома у меня, на ней здесь. О чем там? О пешеходном городе, о том, как надо строить, моделировать города, ставя на первое место пешеходов. Так это Бахматова надо, значит… Я думаю, что ему тоже подарили эту книгу. Вячеслав Черновилл биография. 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 Да, я его читаю. Джордж Буш автобиография. Аристотель. Аристотель. Политика. Очень сложно закончить. А представляешь, как он писать было? Сложно. Во-первых, компьютера не было. А фантастику, всякого… Детективы? Нет. Ну, давно не читал. Я ЮНОСБИ, это последнее, наверное, было. Детективное, что я читал. Охотник за головами. Это вот… Тогда почему космос, если фантастику не читаешь? Еще раз? Космос. Ты топишь за космос. Смотри, если человек топит за космос, потому что он читает с фантастикой и верит инопланетян, мне кажется, к этому может быть больше вопросов, чем к человеку, который не читает. Но просто… Вкратце, твоя позиция. Как на космосе можно зарабатывать? Очень много можно зарабатывать, потому что для многих космос – это не просто… Знаешь, все думают, о, космос – это запуск ракет, а каким образом ты заработаешь на запуске ракет? Я больше думаю о распродаже участков на Луне, вот этот вот бизнес. Пока не только на Луне, на астероиде, добытие полезных ископаемых на астероидах. Сейчас, если я не ошибаюсь, Люксембург, да, или кто сейчас вот конкретно вбился? У меня просто Ксения, это… Специалист по космосу. Да. А вы были в космосе? Да. Нет? Вот оно поменяли. Европейское космическое… Ну ЕСА… Да, рассматривает проекты и стартапы, которые направлены на добычу полезных ископаемых из астероидов. Сейчас это звучит как ха-ха-ха, что это? А есть страны, которые четко на этом работают, четко такие подыскивают стартапы. И насколько это просто в реализации история? Это непростая в реализации история. Более того, учитывая космический потенциал, который у нас остался после развала Союза и то, что с этим потенциалом делалось все это время, когда ни один из проектов не доводился до чего-то более существенного. Я не знаю, ты слышал про космодром в Бразилии, совместный Украино-Бразильский проект. Короче, есть целый ряд дорогостоящих проектов, серьезных, которые начинало государство в лице Государственного космического агентства и которое ни к чему конкретному не приводило. В Бразилии как наиболее близкая страна к Украине? Я думаю, что там не на этом было бы, не это стало основной причиной. Смотрите, сколько места пропадало для космодрома? Да. Так вот, как делать деньги из космоса? Может быть есть какие-то вещи попроще? Вещи попроще, это то, что мы уже сделали, мы открыли космос, у нас была монополия государства на космос. 1071 приняли законопроект, убрали вообще там очень старую норму, которая осталась еще с Советского Союза. То есть я теоретически могу начинать делать стартап в космическом? Да, да. И вот первое, что нужно сделать, это создать, вот знаешь, такое слово хаб, да, акселератор для космических стартапов, которые государство должно поддерживать. То есть свои SpaceX делать? Это сверхзадача, есть огромное количество, знаешь, каких-то вспомогательных вещей. Ну, то есть SpaceX, да, это то, к чему можно стремиться, но для того, чтобы создать SpaceX, там, это не достаточно сейчас нам сделать акселератор. Это даже наша в целом система экономика была такая, как в Америке, чтобы создать такого уровня компанию. Но локальные хорошие, сильные стартапы, которые могут выходить на международный рынок, на экспорт работать, это у нас реально. Учитывая самое важное, что у нас есть, это мозги. Ты гордишься Романом? Очень сильно горжусь вообще. Минутка хвалебных отзывов. Да. Это все равно вырежет. Идеальный мужчина. Вот теперь точно. Давай серьезно. Ты кажется, что Рома может что-то изменить или вообще вся команда может что-то изменить? Я очень счастлива, что именно такой человек пришел тоже и может что-то изменить, потому что Рома самый добрый, бескорыстный, честный человек, которого я знаю. Ему просто не нравится, когда я это говорю, но реально вот, ну когда его хвалят. Я тоже так. Меня тоже часто хвалят, тоже не люблю этого. Какой хороший контент у Ромы на канале выходит. А глубокие интервью. Я сегодня смотрела все интервью. Все? Все интервью. Смотрела. Очень интересно. За 20 минут все просмотрела. Очень приятно быть в такой компании. Монобанк, 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 потом Арахамия и мы. Прикольно. И мы. То есть, ну как бы не Рома, а и мы. Просто реально, Ань, сейчас уже большая часть интервью посвящена тебе. Я думаю, так нормально, наоборот, круто. Остальные все без жен были. У вас проводили какой-то инструктаж по поводу того, как пользовался телефонами в Раде? Потому что, мне кажется, не все были на этой лекции. Смотри, тут даже вопрос не столько в лекции, столько в принципе в базовом понимании того, что… Можно, а что нельзя делать? Ну ты себя как-то дополнительно контролируешь во время. Ты же используешь телефон? Я использую телефон постоянно, но есть два момента. Самая лучшая защита – это не писать… Проституткам, я понял. В целом. Расширил, не писать то, что могут там сфотографировать и как-то преподнести. Но вот когда ты в принципе так всегда ведешь себя, то это не сложно. А есть какой-то, не знаю, защитный картон? Есть защитные экраны, но у меня здесь нет защитного экрана. В крайнем случае, если ты что-то такое делаешь, то… Ну у меня хорошее место, я сижу далеко. Давай мастер-класс от народного депутата, как писать… Допустим, писать жене «Я тебя люблю», допустим, я не хочу… Это ж так мило было. Я не хочу, чтобы еще кто-то это видел. И если ты сидишь в Раде на перерыве, да, потому что ты же не можешь писать, когда идет голосование. Конечно. Ну никто не пишет. Очень просто, ты просто вот так вот чуть-чуть поворачиваешь телефон, потому что в месте, где я сижу, я и так сижу почти в мертвой зоне. Во-вторых, если ты доворачиваешь телефон, то в принципе очень сложно, чтобы… А с этой стороны нет съемки, да? А с этой стороны, да, там как-то ложа прессы в другой стороне от меня, с этой стороны… Просто поверните телефон, это так просто, да? Прежде всего не пишите хрень какую-то, во-вторых, ну да. У вас была какая-то дискуссия после этого, уже давненького скандала, но тем не менее? Очень много раз, даже президент говорил, ребята, ну не пользуйтесь телефонами в Раде, ну потерпите, ну вот зачем? С другой стороны, есть внутренние чаты, и ты быстро решаешь вопрос, потому что в фракции 252 человека или 250 сейчас. Одновременно всем донести какую-то мысль можно только там через чаты. А ты какие-то рекомендации по законам даёшь? По законам? Нет, я в принципе была всегда далека от политики, меня это никогда не интересовало, а сейчас я за баланс в природе, да. У нас есть один человек, который очень сильно в политике, есть человек, который знает, что Зеленский, Гончарук – всё. Ну вот, например, чтобы… Зеленский, Гончарук – всё, очень интересно. Ну, 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 главное эти назначения, да. Вот чтобы вы понимали мои познания в политике, раньше я там слышала о Рахами, о Браун, вот я посмотрела ваше интервью и узнала, что это один человек оказывается. Я думала, что это пирожное просто, значит, пирожное – лидер фракции Брауни, да? Ха-ха. Знаешь, что Рома в ради поворачивает вот так вот телефон, чтобы журналисты не видят, как он пишет, что он любит тебя? Правильно. Я иногда, бывает, тоже хочу скинуть какую-то шуточку, потом думаю, что снимут, потом что-то там… Шуточка – ладно, фотки только не скидывай, не скидывай. Не делай такое. Мы кушаем, да? Нет. Я рада, что сейчас у нас такое правительство… Минутка рекламы. Много свежих, новых, заинтересованных в процветании нашей страны людей, и я очень верю в то, что у нас все будет улучшаться. Сейчас заплачу. Давай. Да. Это, кстати, очень нам поможет. Последний, последний. Знаешь, вместе с титрами идет такая слеза. А, кстати, плакать умеешь, так? А, кстати, да, смотрите, это работа. Оскар, актриса, актриса. А что надо, о чем думать? Ну вот, видишь, о стране. О будущем нашей страны. Не-не-не, я знаю, там на кусок что-то там… оп. Все. Все, Аня. Я сильно… Да, незалежная женщина. Спасибо большое, ребята. Спасибо вам. Вам тоже. Я думаю, что мы… десять минут будут интересные, плотные. Жена сказала, что я идиот. Вот прошло три месяца, и моя жизнь мне изменилась. Мне кажется, самое важное, что я к себе не стал по-другому относиться. Я могу себе позволить просто выдавать юристом. Во-первых, у меня появился начальник. Мы здесь построили организационную структуру, как в бизнесе, четкую. Какой нормальный человек сейчас вот в это все залезет, начнет таскать каштаны из огня? Ты постоянно находишься в этом стрессе. Я никогда в таком количестве стресса не был. Находиться там – предпринимать иллюстрацию. Ну, я недавно себе скачал это приложение для медитации. Чиновники будут на встречах не труситься, понимаешь, с тобой. Все мечтают, чтобы это развалилось. Работа до ночи, это бесконечные командировки, это на улице ходить с охраной, это жизнь изменится, мы не будем видеться, я не буду видеть ребенка. И просто, ну, охреневаешь этого крика, они там орут, вопят. Немножко бейс это все, знаешь, крутит вот так все. Вот не мое это все, как бы, не нравится мне. Они либо обосрутся, и это на всю жизнь, или будут красавчиками, и они станут со-родителями успеха. Субтитры сделал DimaTorzok